На носу пассивная. И это показатель готовности и техники тоже. Вот только не все обращают на это внимание и могут игнорировать шумы машины. Поэтому каждую весну специалисты ГОС и Ростехнадзора тщательно проверяют самоходные машины. Левый поворот есть, правый поворот есть. Стоп. Стоп-сигнал исправен. Сейчас заводим трактор, проверяем исправность рулевого управления. Как правило, сельхозпроизводители ответственно подходят к состоянию своих машин. Однако случается всякое. Например, вот трактор на ходу с разбитым лобовым стеклом. Как выяснилось, заложник обстоятельств. Ну вот у нас трактор. Можно сразу сказать, что имеется неисправность в плане лобовое стекло разбито. Но в связи с событиями на Украине трактор-выпуск Харьковского завода, поэтому стекло, заказанное в Барнауле, будет доставлено в любом случае. К такой неисправности инспекторы отнеслись лояльно. Проявлять решительные меры сегодня не пришлось. Замечания незначительные. Стопроцентная готовность. Но это не потому, что показательный техосмотр. Просто здесь отношение к технике такое. Здесь можно каждый год проводить показательный техосмотр и результат здесь практически один и тот же. Стопроцентный. Трактористы перед инспекторами не рабеют. Рассказывают, техника в хорошем состоянии, серьезные проблемы устраняют сразу. Надо было поменять масло, масло везде. А так слишком такого ремонта большого не было. Оно еще техника в хорошем состоянии. Начинал с советской, Нива, Енисей, Беларусь, ПТ-75. И пыли поели, и на солнце. Здесь и конденционер есть, и все условия для работы. Вся техника исправна. Все отрегулировано, все готово. Сейчас сразу после техосмотра едем в поля. Начинается весенний сезон. Безопасность должна быть не только в самом тракторе, но и рядом засыпщики семян, погрузчики минеральных удобрений. Другие люди, случайно находящиеся около техники, должны находиться в безопасных условиях труда. Ну и, во-первых, исправность техники – это не только самоцель. Это и оптимальные сроки проведения весенних полевых работ. То есть, это залог будущего урожая. В ближайшее время сотрудники планируют проверить порядка 19 тысяч единиц техники, которая задействована в посевной. Следующий техосмотр ждет комбайны. Их проверят летом перед сезоном сборки урожая. София Яценко, Дмитрий Денисов. День с толком.